Магнитогорская команда Я знаю Сергея Федорова, потому что его знают все. В общем, у Новокузнецка хорошая команда, но выиграли сегодня мы. Это важнее. Поздравляю «Металлург» с победой. Ребята сегодня у нас играли хорошо, старались выкладывать по полной программе, но, к сожалению, не дотянули. Играли два цвета – синие и белые, и вдруг появился третий цвет. Я думаю, что здесь как-то нужно в равной степени. Я понимаю, что помогает богатому, а бедному не нужно, но что сделаешь? Будем выбираться в середину хотим. Я хочу сказать, что нам сегодня удался первый период. Мы хорошо провели в полном контроле игры. Потом не использовали во втором периоде несколько моментов. И, в общем-то, мы знаем, что когда игра идет в одну шайбу, это все время качели. Хочу сделать комплимент Новокузнецку. Команда сегодня здорово выглядела. У нас, я думаю, достойно сыграл вратарь сегодня. Хочу сказать, что мы, в общем-то, держали игру в третьем периоде, и мы работали в три звена. Пришлось там заканчивать игру в три пятерки. Некоторые люди, в общем-то, выпадали из состава. Они не держали ту дисциплину игровую, о которой мы, в общем-то, говорили перед этой игрой. Но я думаю, что будем пообщаемся с ними. Команда должна оставаться в комплекте 60 минут. Не хотелось бы кого-то терять в процессе игры. Так я рад. Доволен, тремя очками. Федор Леонидович, ну вот рокировки вы какие-то обещали, да, и прогнозировали. Получается, что одна уже в первом же периоде сработала. То есть, довольны, как с новыми партнерами у Мазякина получилось? Ну, Мазякин забил сегодня. Да, они сегодня выглядели достаточно мобильно. Звено, в общем, мы должны нащупать звено лидера. И поэтому мы будем делать сейчас эти перестановки. И будем находить тот оптимальный вариант, который будет приносить успех и вести за собой команду. Вопрос к обоим тренерам. С завтрашнего дня меняется правило молодых игроков. И под молодых уже снова будут попадать ребята 91-го года рождения. Как-то это скажется? Вот у вас, Анатолий Анатольевич, кого-то вы сможете дополнительно подключать к команде? Да нет, кого-то дополнительно. Мы уже готовили 94-й год, 93-й год, и вдруг 91-й молодой стал. Выплыли в море, но вдруг правило меняется. Я что-то не понимаю этого. Есть регламент на три года, он должен выполняться. Но почему он меняется, я не понимаю. Надо договориться на берегу, а не в море уже. Моё мнение таково. 92-й год играет чемпионат мира. И в процессе подготовки нашей молодежной сборной мы на большое время теряем игроков. У нас тоже в составе находится Антипин, у нас Потехин. Случился такой момент у нас с Косовым, он должен был выехать. Я считаю, что это правильное решение, потому что 92-й год задействован, и надо 91-м, чтобы он год постарше работал в этой ситуации. Это нормальное явление, потому что игроки 92-го года, они появятся в составе только после чемпионата мира, который закончится 6 января. Ну, то есть это, в первую очередь, понимаете интерес магнитогорцев с Пашей Сдуновым связанным? Ну, здесь не только Сдунов, у нас есть и Терещенко, у нас есть Тарасов, Лебедев, то есть группа игроков, которые, в общем-то, 91-го года рождения. Анатолий Анатольевич, у вас сегодня обоих обладателей Кубка Стейли мы не увидели, и Брылина, и Сотова. Насколько серьезные их повреждения, как надолго они были? 20-го они должны быть в Новокузнецке, а там уже будем смотреть по состоянию их здоровья. Вопрос впереди. Большое гостевое турне, и в этом сезоне статистика у Металлурга очень печальна, у нас что не поездка, так очков очень мало. Как будете настраивать команду на эту затяжную поездку? Ну, у нас, в общем-то, получилось так, что при мне сразу было два выезда, таких четверных, и я хочу сказать, что первый выезд мы проехали хорошо. Девять очков привезли из поездки, я думаю, что это достаточно даже. Вот, второй выезд, он не удался, я согласен, здесь с очком приехали, здесь дискутировать не о чем. Впереди, да, важные игры. Я думаю, что эта серия домашняя, она нас мобилизовала, она дала нам уверенность, и я, в общем-то, с оптимизмом смотрю в эту серию, и мы будем воевать.